Вячеслав Владимирович, уже прошло практически полгода, и какие ремонтные работы Вы уже успели за это время сделать? Из планов на этот год мы уже часть мероприятий реализовали, в том числе у нас есть отремонтированные подъезды, это работы, которые мы могли вести, не дожидаясь теплого сезона, так мы отремонтировали в первом микрорайоне, жилой дом номер 8, там в третьем подъезде большую работу провели с энергосберегающими мероприятиями, в третьем микрорайоне мы занимались подъездами в доме номер 8, в доме номер 20. Занимались мы ремонтом не только многоквартирных домов, но и общежитий, работу мы выполняем как силами привлеченных подрядных организаций, так и силами небольшого, но вполне работоспособного собственного подразделения. У нас выполнялись работы и на четвертом общежитии в третьем микрорайоне, и на 14-м общежитии, мы касались как благоустройства лестничных клеток, так и отдельных секций, включая умывальники, душевые, это те помещения, которые востребованы, которые используются в ежедневном режиме жильцами этих объектов. Ну и кроме того, есть ряд специализированных работ, такие как кровельные работы, работа по герметизации швов, здесь у нас работа также ведется, но здесь уже мы работаем в рамках государственного закона о закупочной системе. У нас именно таким образом на конкурсной основе работает компания по ремонту швов межпанельных, первый микрорайон мы к середине мая уже закончили, сейчас перешли работать на втором микрорайоне. Также у нас буквально на этой неделе подписаны контракты по результатам конкурсов на ремонт балконных козырьков, участвовало очень много компаний, это позволяет хорошую экономию иметь по результатам конкурсов, также мы контракт подписали. Ну и кроме того, приступаем на этой неделе к ремонту кровельного покрытия, в том числе силами собственной бригады, поэтому сезон ремонтный начался, мы во всеоружии, у нас есть средства, у нас есть материалы, у нас есть люди, подрядные организации, поэтому работа идет активно. Если говорить о замене оконных блоков, тоже востребованная работа наших на квартирных домах, мы планируем в этом году 82 оконных блока поменять, все это будем делать собственными силами, силами персонала МУПККП. Ну и чтобы оценить набор или объем работ по кровлям, в наших планах по подготовке к отопительному сезону стоит примерно 1600 квадратов ремонта кровельного полотна, но как показывает практика, возможно еще дополнительный объем, и по результатам дефектации или тех или иных дефектных случаев разные бывают. Ну и, конечно, идет масштабная работа сейчас, су-летняя ремонтная компания по инженерной инфраструктуре, подготовке города к тому, чтобы зиму мы пережили комфортно, надежно. Вами и Вашими специалистами постоянно ведется прием граждан по личным вопросам. Что показывает анализ проблем и какие пути решения этих проблем Вы видите? Вопросы, на самом деле, самые разнообразные возникают на приеме. Буквально спектр идет от трудоустройства до решения проблем с соседями. Из регулярно, повторяющихся, не часто, но повторяющихся, бывают вопросы, связанные с вентиляцией помещений. Там тоже достаточно разные бывают ситуации. От наличия голубей на чердаке, которые шумят и слышны вентиляции, до некорректного работы самих каналов вентиляции. Мы, разумеется, всеми этими вопросами занимаемся, устраняем, обеспечиваем и очистку чердаков, и защиту решетками от птиц, и прочистку вентиляционных каналов. По вопросам трудоустройства все наши вакансии у нас вывешены на сайте, поэтому здесь мы тоже всегда находим возможности для диалога с теми, кто к нам обращается. Ну и скажу даже, что приходят до сих пор с вопросами более глобального характера относительно получения жилья или процедур каких-то, которые не совсем по профилю предприятия. Но здесь мы всегда можем обратиться или предложить обратиться за конституционной помощью в администрацию города и в надлежащие структуры. Проблема коммунальных неплатежей – это широко распространенная проблема. И несмотря на то, что Десногорск достаточно благополучный в этом отношении, все-таки задолженники имеются. Как вы с ними работаете? К сожалению, проблема неплательщиков достаточно весомая. Сегодня задолженность со стороны жильцов за коммунальные услуги уже превысила 73 миллиона. И в этом плане это наносит ущерб не только собственникам, у которых накапливаются долги и бремя растет их, но и ограничивает возможности управляющей компании по выполнению тех или иных работ, по обслуживанию тех же домов, в которых живут эти самые неплательщики. У нас разработана целая программа мероприятий по снижению этой нагрузки. В нее включены такие разные совершенно меры, как юридическое документальное, начиная с предупреждения и заканчивая исковыми требованиями и судебными решениями. Переговорная часть у нас достаточно много разных предложений для неплательщиков, начиная от рассрочки от этой задолженности по этапному погашению. Мы готовы принимать на работу, и у нас есть такие примеры, когда люди приходят, работают у нас и свои заработные платы погашают задолженность. Есть у нас такая мера общения с должниками, как определенные квитанции. То есть им приходят квитанции белые, к должникам приходят цветные. Тоже меры стимулирования, вы выделяетесь среди других. Это тоже хорошо работает. Вообще план мероприятий дает свои плоды. Есть, конечно, ряд задолженностей, которые исчисляются сотнями тысяч рублей, и квартиры либо в совершенно неплагополучных семьях, неплатежеспособных семьях. Это долги тяжелые, трудные, там разная работа по ним ведется, вплоть до проработки судебных решений об отчуждении, особенно если это наемное жилье. А есть долги, которые только начинают нарастать, и вот все наши вот эти предложения по погашению, они работают, и доля таких долгов у нас снижается. Поэтому эту работу мы продолжим, продолжим в том числе в информационном поле, общаясь с населением во время приема граждан, общаясь через средства массовой информации. И я думаю, что ситуацию мы исправим, как с нагрузкой, которую у нас несут жители, накапливая долги, так и с повышением качества и объема оказываемых нами услуг. Ремонт городской теплотрассы в полном разгаре. Работники МУП ККП торопятся вернуть десногорцам горячую воду. После первого этапа гидравлических испытаний на тепловых сетях города специалисты МУП ККП определили участки трубопровода, которые требуют замены. Мы побывали на месте ремонта в 4-м микрорайоне около дома номер 45 и попросили прокомментировать ход работ начальника цеха ТПК Виктора Куликова. Весь наш персонал, занятый ремонтом, с чувством и пониманием относится к отсутствию горячей воды, поэтому стремится как можно в кратчайшие сроки восстановить надежную подачу горячей воды для населения города. Проведение ремонтных работ находится под контролем руководства управляющей компании. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА